Продолжение следует... Двойняшки В фильме снимались Риши Капур, Рати Агнехотри, Сунил Шеки, Митовашишт, Промот Модхо и другие В главной роли Каджол Уш-ш-ш- smell, К Đ modes me Уш-ш-ш Mitsch mentality Мощь-ш-ш мит Мощь-ш-ш Associated Мощь-ш-ш мит Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Ранжит, а ты совсем не изменился со времен колледжа. Я все разузнала, Радж. В колледже Ранжит и Арчана были очень близки. Люди много о них говорили. Раджит был очень падок на девушек. Разве хорошо так смеяться с чужим мужчиной, Радж? Радж, спроси ее, что ее связывает с Ранжитом? Радж, твоя сестра специально тебя поддевает. Сама сидит дома, развелась, и не может видеть, когда кто-то счастливо живёт. Замолчи. Лучше скажи правду. Что у тебя, Роман, с Ранжитом? Арчина. Радж? Ты ударил меня? Мне нужен ответ на этот вопрос, Арчина. Что связывает тебя и этого, Ранжита? Я не буду отвечать на такой дурацкий вопрос. Нет, ответь, Арчина. Радж, я ухожу из этого дома. Я ухожу из этого дома навсегда. Радж, к несчастью, одна девочка умерла. Передав мне этого ребёнка, Арчина сказала, что с сегодняшнего дня она не имеет отношения ни к ребёнку, ни к тебе. Я пыталась с ней поговорить, но она ничего не хотела слушать. А если, когда она вырастет, спросит, где её мама? Скажешь, что погибла в аварии. Радж, ты что делаешь? С ума сошёл? Ты что? Вместо того, чтобы медленно умирать всю жизнь, лучше сразу покончить с собой. У меня есть только дочь. Сегодня у неё день рождения, а её с утра нет. Пусть дочь и не беспокоится об отце, но мне не всё равно. Я тебе не только сводная сестра. Нет, сестра, не говори так, пожалуйста. Ты всегда любил меня больше родной сестры. Иначе бы я... Не смей говорить о смерти. Я не могу это слышать, понял? Сегодня первое число. Нужно взять деньги из банка. Тедди, дай дяде чек на подпись. Потом отведи его в его комнату. Идёмте, доктор. Идёмте, дядя. Сколько это ещё будет продолжаться? Поскорей бы всё закончилось. Зачем ты помешала ему убить себя? Думаешь, что говоришь? Если бы у него это получилось, то всё перешло бы на имя Свити. Какая разница? Всё в любом случае достанется Свити, а не тебе. Радж никогда не перепишет состояние на тебя. Если бы ты меня послушалась 20 лет назад, то сейчас бы не переживала. Это невозможно, доктор. Хорошо, если ты не хочешь убивать одного ребёнка, пусть обоих возьмёт Арчана. Нет. Если обоих детей заберёт Арчана, и когда-нибудь Раджа потянет к ним, то, возможно, в поисках детей он доберётся и до Арчаны. И дочери воссоединят Раджа и Арчину. Для того, чтобы они никогда больше не встретились, нужно, чтобы одного ребёнка забрал Радж, а второго Арчина. Сегодня эта девочка стала на твоём пути. Если я могу посеять такую ненависть к отцу в сердце дочери, то я её саму смогу убрать с дороги. О чём ты говоришь? Девушки выходят замуж. Однажды ей придётся покинуть этот дом. Что? Упала с лошади? Она в порядке? Аля? Радж, что случилось? В чём дело? Святи увлекалась верховой ездой, а сейчас принимает участие в настоящих заездах. Я же тебе говорила, эта девчонка когда-нибудь тебя опозорит. Ты так классно свалилась, что никто и не подумает, что это сделано специально. Даже я подумал, что лошадь тебя в самом деле скинула. Ещё не родилась та лошадь, что может меня сбросить. Вряд ли кто-то зарабатывал на проигрыше в скачках. В игре иногда можно заработать больше не выиграв, а проиграв. Что ты сегодня и сделал? Такой обманщица, как ты, самое место в Англии. У меня там есть друг Чавла. Его лошади тоже принимают участие в скачках. Если ты поедешь к нему, то он очень разбогатеет, а ты будешь играть миллионами. Подумаю. Пока. Цвити, Цвити, ты не ушиблась, когда упала с лошади. Ты в порядке? Расстроен тем, что я на своих ногах пришла. Если бы меня принесли на носилках, ты был бы счастлив. Что ты говоришь? Я слышал, что ты на ипподроме. Что, это правда? Вы правильно слышали. Сегодня я скакала на лошади победителя. Тысячи людей были уверены, что победа за мной. А когда я специально упала с нее, то они все проиграли. А та, что проигрывает всю свою жизнь, сегодня, проиграв, выиграла. Зачем нужно было это делать? Чего тебе не хватает? У тебя все есть. Это дом, богатство. Да плевала я на ваше богатство. Почему ты так ненавидишь меня? Что я сделал? Чего я только не делал ради тебя, а старался дать тебе хорошее воспитание. Как вы не правы. Я воспитывалась в интернате. Вы только платили за это. Словно платили слуге. Вы никогда даже не задумывались, что у вас есть дочь. Да и как вам было это сделать? Вы же никогда не бываете трезвым. Возможно, из-за спиртного я совершал глупости. Не глупости. Вы преступление совершили. Вы убили мою мать. Нет. Она умерла в результате аварии. А кто виноват в этой аварии? Вы. Тетя мне все рассказала. Вы дали моей маме пощечину. Она взволнованная выбежала из дома и попала под машину. Вы не только несостоявшийся отец, но и убийца моей матери. Я ненавижу вас. Я ненавижу вас. Ненавижу. Вся в мать пошла. Грубиянка. Я не могу пережить ненависть с Витей. Иногда я думаю, что лучше сказать ей всю правду. И что ты скажешь, Радж? Что ее мать любила погулять? Что у нее был роман с другим мужчиной? С днем рождения, Тина. Мама. Это тебе. Спасибо. И поцелуй. Мама. 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 Дочка. Двадцать два года назад твоя родная сестра умерла сразу после рождения. И я знаю, что она не вернется назад. Но я мать. Иногда я думаю, а вдруг случится какое-то чудо, и она вернется. И я смогу отдать ей все эти подарки. Как она будет рада, да? Все нормально, я в порядке. Тина. 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 Дядя Ранджит пришел, я посмотрю. Тина. Тина. Дядя Ранджит. Поздравляю от всей души. Спасибо. Спасибо. С днем рождения, Тина. Спасибо. Дай мне. Ну-ка, иди сюда. Нет, дядя. Не надо, пожалуйста. Мама, спаси меня. Мама. Не надо, дядя Ранджит. Этим она вся в отца пошла. Что случилось, дочка? Просто о папе подумала. Я приготовлю чай. Тина. Арчина. Тина уже взрослая и умная девушка. Почему ты ей не скажешь, что Радж не умер? Что он жив? Зачем говорить? Радж пытался когда-нибудь найти свою единственную дочь? Когда-нибудь думал о ней? Нет, Ранджит. Я и сегодня помню тот день. Мне очень жаль, Арчина. Я не смог спасти твою вторую дочь. Радж знает об этом. Да, Радж все знает. И он просил меня сказать тебе, что с сегодняшнего дня он не имеет никакого отношения ни к тебе, ни к этому ребенку. Можешь уходить с этим ребенком, куда тебе вздумается, и больше никогда не пытайся встретиться с Раджем. В тот день Радж порвал отношения со мной и с Тиной. Думаю, что хочешь, Арчина, но я скажу только одно. Ты и Радж должны быть снова вместе. Тина получит отца, а с меня будет снят поклев. Нет, Ранджит, твоей вины там не было. Виноват был Радж, который не смог распознать дьявола в своей сестре. Я сейчас же поговорю с Раджем. Какая необходимость с ним разговаривать? Думаю, все равно ты хозяйничаешь. Ты же понимаешь, это простая формальность. Девьяне, у меня к тебе дело. Вечер этот старик не вовремя. Я требую вежливого обращения. Девьяне держит тебя слугой здесь 20 лет, а я здесь слуга 60 лет, и притом самый преданный. Замолчи, старикан. Глаза твои отказали, уши тоже отказали. У тебя срок годности давно истек. Как ты еще жив? Девьяне, от папы пришла телеграмма. У тебя и отец есть? У тебя отца нет? Тебя курьер принес? Девьяне папа очень сердится на следующей неделе у дедушки день рождения. У тебя и дед есть? Кажется, всю твою семью курьер принес, а родственных отношений не понимаешь. Замолчи. Доктор, не обращайте на него внимания. Прекратите, я поговорю с Раджем и вернусь. Радж? Радж, послушай радостную новость. Все радости давно покинули этот дом. Какая еще радость осталась? Радость всегда входит в дом, где скоро зазвучат шахнаи. Я не понял. Я договорилась о свадьбе с Витей. На следующей неделе благоприятный день. Свити? Кто жених? Очень хороший парень, Радж. Свити, видела с ним? Я пригласила его с родителями сегодня к нам. И Свити познакомится, и ты посмотришь. Дочка, Свити! Чем дело, тетя? Чего это сегодня ко мне такая нежность? Я тебя в доме ищу, а ты тут сидишь. Вы бы хотели, чтобы я здесь и не жила вовсе. Сегодня я не собираюсь обижаться на любые твои слова. Сегодня я очень счастлива. Я договорилась о твоей свадьбе. Что? Да кто вы такая, чтобы договариваться о моей свадьбе? Свити, если бы твоя мать сейчас была жива, то разве она не беспокоилась бы о твоей свадьбе? Пусть я не мать тебе, но я вместо нее. Радж целыми днями с бутылкой не расстается. Он даже не ощущает своей ответственности. Но я-то должна исполнить свой долг. Свити, свадьба – жизненная необходимость. У меня можешь спросить, каково женщине жить без мужа. Прошу прощения, тетя. Я всегда неверно думала о вас. Когда придут меня смотреть? Насладившись вашими сладкими речами, нет необходимости угощаться сладостями. Ну что вы, угощайтесь. Нет, нет, господин. А где ваша дочь? Позовите ее. Я позову. Сестра, извините. Запомните как следует. Ровно через месяц после свадьбы на вашей кухне взорвется цилиндр с газом, и ваша невестка погибнет. Понятно? Тетя, в моем прошлом браке цилиндр через неделю взорвался. Свити, ты готова? Они пришли и ждут тебя. Какая ты сегодня красивая. Я такая же, как всегда. Но сегодня вы впервые смотрите на меня трезвым. Прошу тебя. Не говори так. Ты не знаешь, как я сейчас счастлив. Поэтому сегодня вы не напились. Не то гости убежали бы, увидев вас пьяным. А я так и осталась бы висеть грузом на вашей шее. Сколько бы ты на меня не сердилась, мое благословение всегда с тобой. Будь всегда счастлива. Родители, которые не могут ничего дать своим детям, пытаются выполнить свой долг, дав им благословение. Как сделали вы. А что вам еще остается в такой ситуации? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Я верю в женское превосходство. А мужчины все тупицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают Все твое состояние уйдет неизвестной в чьи руки, Радж Не дай бог, завтра с тобой что-нибудь случится Что тогда? Я позову нотариуса Ты посоветуйся с ним и составь завещание Что значит составь завещание? Все состояние и так принадлежит ей Выйдет она замуж по своему желанию или по нашему Но наследницей останется она Как скажешь, Радж Мама, что теперь делать? Брось, если с Витей может проиграть заезд, то и выиграть его может Она настоящий мастер Сегодня вечерним рейсом я отправляю ее в Лондон Хорошо Мама По-моему, секции дисков маловато сиди Хорошо, я закажу И еще? Спасибо за покупку, заходите еще Пока, девушки Мама, каждую неделю они что-нибудь выносят Почему вы не заявляете в полицию? Холи Ганьо, чего с ними связываться? Забудь о них Арчина Привет Я поговорил с той компанией Завтра нужно с ними встретиться, забрать деньги Почему бы тебе не вылететь в Глазго сегодня вечером? Нет, Ранджит Сейчас конец года Нужно сдавать все отчеты Ты поезжай У меня завтра утром важное совещание Я не могу Не переживайте, я плечу Нет Но мама Она же не маленькая А завтра вечером и я туда приеду Ну же, мама, пожалуйста Ну хорошо Минутку Спасибо Поздравляю Возьми это Что это? Не дай бог будут какие-то проблемы, используй его Как? Вот так Перестаньте Мама, отдай мне Дядя, во сколько мы самолет? Привет Вы? Да Прошу прощения за это Просто ночами приходится бодрствовать Целыми ночами не спишь, Чивла? Что? Меня зовут Самир Чивла-козел Не человек, а сволочь Не называй меня его именем Он просто скотина Автоматы? Стой здесь Я сейчас вернусь, хорошо? Мадам, не играйте в эти игры Плохая привычка Проиграешь и будешь в рабах У Чивлы, как я Да Да Хорошо, спасибо До завтра Ты куда? Сумасшедшая 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 А у этого Чивлы очень наглые слуги Не принимай меня за дурака Ты разве не знаешь, что эта девчонка должна принять участие в завтрашних скачках? Откуда мне взять другую девушку? Если до завтра она не появится, моя лошадь будет дисквалифицирована Ты знаешь, какой убыток мне это принесет? Целых 500 тысяч Ты слышал? Из-за таких вот твоих ошибок твой паспорт до сих пор лежит у меня Ты с прошлым долгом еще не расплатился А если я и сейчас потеряю деньги, то заставлю тебя танцевать здесь, вот увидишь Я не умею танцевать А я тебя заставлю Господин Чивла, это несправедливо, я не буду танцевать Здесь будешь танцевать Я не позволю тебе уехать Господин Чивла, подумайте Пришла Господин Чивла, это она Чивла, этот нахал уехал и оставил меня в аэропорту Господин Чивла, она вред, она первая на такси уехала Ты оставил меня в аэропорту Ты уехал на такси Это ты оставил меня Ты снова сделал оплошность Нет, господин Чивла, я не лгу Ты знаешь, что завтра в скачках будут принимать участие самые известные наездники Надеюсь, ты не сделаешь так, чтобы моя лошадь проиграла Победителем буду я А если не верите, можете поставить 500 фунтов стерлингов Ну что? Сразимся? Не видать тебе победы Я выиграла Чивла Увидимся позже Принеси мои вещи Постойте, постойте Если бы вы немного посильнее ударили этого Чивлу, он бы коньки отбросил И я бы освободился от бремени этого долга Долга? Да, я взял у него в долг 5000 для игры в казино И все проиграл Он забрал мой паспорт И мне приходится быть его слугой Хочешь расплатиться с долгом? Да Чивла дают мне 1000 фунтов за выигрыш в скачках Дашь мне 10 тысяч, и я проиграю Я что-то не понял Если в завтрашнем заезде лучший конь проиграет, то... Скажи спасибо, что на этот раз ты спасся Но не вздумай со мной хитрить Нет, нет, нет Если в завтрашней гонке она не выиграет, ты еще больше в долгу погрязнешь Ничего не бойся, дружище Чивла Если она обманом может выиграть здесь, то почему не сможет выиграть там? Да, дядя Ранжит, я поговорила с представителем этой компании Они заплатят сегодня вечером Прекрасно, я сегодня вечером приеду в Глазго, увидимся в отеле Хорошо, пока Спасибо, Джон Вот вы где Я по всему отелю вас ищу Возьмите ваш аванс, пять тысяч фунтов Аванс? Да А остальные? Получите в четыре вечера Прекрасно Спасибо Ровно в четыре вечера, хорошо? Я буду там Извините Который час? Пол третьего Лавли, если эта девчонка выиграет сегодня заезд, я заработаю полтора миллиона фунтов Тихо, тихо, тихо Извините, сэр, ставки делаю Все в твоих руках, можно и до двух миллионов дотянуть Господин Чивла Что? Господин Чивла, возникла проблема Что случилось? Ваша лошадь снова дисквалифицирована Что за чёшь? Ты с ума сошёл? Господин Чивла, эта девчонка настоящая мошенница Ты Не смей говорить обо мне, что попало, понял? Мошенница не я, а ты Почему ты не дал мне мой аванс? Что? Я же в парке-отеле тебе пять тысяч отдал В парке? Я в баре была Лгун я Лгун Господин Чивла, она всё лжёт Чивла, я не лгу, я честная мошенница Какая хитрая девчонка Заткнись, не делай из меня, идиота Хитрая не она, а ты Господин Чивла, вы хотя бы... Собрался украсть мои деньги и имя свой долг погасить? Ребята, побеседуйте с ним Господин Чивла, пожалуйста Это дело чести Не связывайтесь с ней Господин Чивла Разорил меня на полтора миллиона Я тебе этого не прощу Ты должен возместить мне этот урон Чивла Что ты заставишь его сделать? Я тебе этого не прощу А то аجа О, а то аجа О, а, а Шола Саван Доехка Акер Бужа А, а А, а Сандки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, здесь есть какой-нибудь магазин, где я могу купить одежду? Конечно, напротив отеля. Извините, скажите, а где у вас примерочная? Это там. Можно вашу сумку? Конечно. Вам очень идёт. А я не спрашивала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вам понравилось, мадам? Да, я беру его. Извините. Спасибо. Мадам, ваша сумка. Алло, справочная аэропорта? Я хочу узнать, во сколько прибывает рейс из Лондона. Да, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дина Дина Что же это снова вышло? Я совсем уничтожен А мои чести даже и... Даже... Простите Я же дал тебе деньги Да, дал Точно дал тебе деньги? Да, дал Дал я тебе деньги Да, вы мне их дали Я точно дал тебе деньги Сколько раз говорить, что вы мне их дали Тогда почему ты все врала, Чевле? Если Самир дал тебе деньги, почему ты не приехала на скачки? Скачки? Какие скачки? Отпусти меня Послушайте, для начала перестаньте реветь А Самир дал мне деньги не для скачек, а для бизнеса Вот как? Ты уже и бизнес на мои деньги начал? Нет, господин Чевла Она снова лжет Сначала говорила, что деньги не дал Теперь говорит, дал Говори Где деньги? Здесь Дай сюда Здесь нет никаких денег? Ну, я их сюда положила Врунье Я не вру Это что за штука? Охрана Самир, пожалуйста, спаси меня Они убьют меня, Самир Прошу тебя, Самир, пожалуйста Спаси меня Самир Самир, спаси меня Убейте их Самир 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 Спасибо Ты спас мне жизнь Тебя спасло Ладно, ничего Что со мной должно быть То и будет То и будет Ты поезжай обратно Самир Самир Прости, что из-за меня у тебя возникли проблемы Ты получишь деньги и расплатишься за своими долгами Как ты просто говоришь Получишь деньги Кто мне их даст? Твой отец? Что случилось? Моего отца нет в живых Дочка Сегодня он очень много выпил Очень много Он не умрет? Может и умереть Если выпьете еще Следите за тем, чтобы он сегодня больше не пил Ни грамма Тедди Будь здесь, пока дядя не заснет Идемте, доктор Дочка Дочка Доктор, сегодня я очень обеспокоена Если Раджа умрет То вся моя игра пойдет на смарку Почему бы не жадить Раджа? Женить? Кто выйдет за него замуж? Сейчас люди ради денег идут на что угодно Найди какую-нибудь Такую невесту Достанет Что? Раджа Раджа Верс Раджа Раджи Раджа Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Позвонить твоей матери, чтобы она подумала, что я тебя похитила и заявила в полицию. Знаешь, как опасно в английских тюрьмах. Я бы своему врагу не пожелал туда попасть. Ладно, если ты не можешь позвонить, тогда поехали туда. Как ты поедешь? Самолетом. Послушай, у тебя деньги есть? Нет. И у меня нет. Как мы доберемся до Лондона? Что? И у тебя нет? Теперь нам на билет милостыню придется просить. Самир. Умеешь петь, танцевать? Что? Умеешь петь, танцевать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Иди сюда! ДимаTorzok 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 Ну вот и до Лондона добрались. Самир, что ты будешь делать, когда получишь деньги? Отдам свой долг. Возьму паспорт и поеду обратно в Индию. Перед отъездом встретишься со мной? Сначала надо получить деньги от твоей матери. Самир, я не пойду с тобой. Почему? Если я приду с тобой живая невредимая, мама не даст тебе денег, а сдаст в полицию. А если не пойду, то для того, чтобы спасти меня, она даст тебе деньги. Ты иди, а я буду ждать тебя здесь. Ты будешь здесь одна? Не волнуйся, со мной ничего не случится. Ты уверена? Хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Когда она приехала из Индии. Когда приехала из Индии? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Сейчас мне очень нужны 10 тысяч фунтов. ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Просто забудь, хорошо? Настоящий сумасшедший, полный идиот. Дина? 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 Привет. Привидение! Радж, ты подписал чек? Присаживайтесь, сестра. Спасибо. Спасибо. Как тебе, Савитри? Хорошая девушка. Я хочу, чтобы она заботилась о тебе всю жизнь, став твоей женой. Женой? Не все же тебе оставаться одному. Савитри хорошая девушка. Тебе надо жениться, Радж. Нет, сестра. Никаких женить. Любовь и семья – очень большое проклятие для этого дома. Я очень любил Свити, она ушла от меня. Любил Арчину, женился на ней. А что она сделала? Да ты хоть на себя посмотри. Ты тоже была замужем. Нет, сестра, никакой свадьбы. Но ты хорошо придумала. Надо найти хорошего парня для Савитрии, пусть она живет счастливо. Расходы я возьму на себя. Давайте сделаем так. Возьмем Арчину и поедем в Индию. Пусть Радж сам во всем разберется. Тогда все недоразумения сами собой рассеются. Дядя Ранджит, для того, чтобы рассеять недоразумения, папе нужно будет находиться в нормальном состоянии. А тетя никогда не дает ему протрезветь. Значит, я никогда не смогу встретиться со своим папой? Тина! Тина! Давай сделаем одно дело. Поезжай вместо меня в Индию. Поживешь с отцом. А заодно и отучишь его от спиртного. Замечательная идея. После этого мы с Арчиной приедем туда. Верно. Ну, как я? Чего ты так боишься? Тебе только придется вести себя как с Вити. А если это узнают? Если мама не смогла меня узнать, как тебя папа узнает? Тина, вы же двойняшки. Вы обе на одно лицо. А şurаль?! actor подregistка二 . Смотрите, мы Begr arc. Дorthой – тридцать. Три Kasман. Ха? Трики. Чьи. Диам. Виде, квцать! Пошеда! Диам. Дети дblicейхи – Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok